Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Еще у 112 жителей региона выявили коронавирус. 48 из них были выявлены в столице региона. 15 в Тольятти, 8 в Сызрани, 7 в Кенеле, 5 в Хворостянском районе, по 3 в Чапаевске, Кенель-Черкасском, Красноармейском, Нефтегорском районах, по 2 в Похвестнево, Безенчукском, Богатовском, Приволжском, Ставропольском районах, по одному в Новокуйбшевске, Октябрьске, Большичерниговском, Волжском, Кенельском, Кошкинском и Шигонском районах. 23 человека ранее общались с инфицированными. У 71 пациента диагностировали пневмонию и ОРВИ. 18 человек не имели клинических проявлений заболевания. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 11 996 случаев коронавируса. Выздоровело уже 9 340 жителей. Под ублюдением продолжают оставаться 295 человек. Увы, но увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией. Теперь их 199. И это только в нашем регионе. Жертвами коронавируса за сутки стали сразу еще 5 наших земляков. Это мужчины 35 и 57 лет, которые страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Женщины 61, 83 и 74 лет. У всех были хронические сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Почти в половине случаев заболевание коронавирусом проходит в легкой форме. Более 40% в средней. В тяжелой форме болезнь протекает только у 8-9% пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Он призвал население не забывать о мерах предосторожности, а также сообщил, что и сам болен коронавирусом. Лечится дома амбулаторно. В первую очередь нужно обращать внимание на профилактические меры, носить маски, соблюдать дистанцию и не забывать о гигиене. Ведь на сегодняшний день есть реальный рост заболеваемости. Пациентов действительно много, но, к счастью, в большинстве случаев люди лечатся дома. Неприятный запах и двор, затопленные нечистотами. С такой проблемой столкнулись жители нескольких домов по улице Первомайская. И это продолжается уже несколько дней. Коммунальные службы, по словам людей, не реагируют. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурные по городу». Погода недождливая, но ходить через этот двор лучше в резиновых сапогах, говорят жители. Уже четвертый день дорогу, тротуары и детскую площадку заливает нечистотами. Запахи вот эти вот фекалии, все это антисанитария, все машинами растаскивается, с жильцами на ногах все это растаскивается. Санитарные условия ужасные, я не знаю, это уже, наверное, какая-то красная линия. О проблеме коммунальщикам сообщили в день аварии, но на помощь никто пока не торопится. Заявку подали 30 сентября утром в 8 утра в СКС, по сведениям от жильцов. Но до сих пор так и продолжает речка бежать. Приезжали якобы кто-то, вот мне говорил супруга, посмотрели и уехали. Жители надеются, что на их проблему все же обратят внимание и помогут в ее решении нечистотами залить двор нескольких домов. Александр Семенов, Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. Серьезное ДТП в Самарской области. Авария произошла в Волжском районе на трассе М5 между поселком Новосемейкино и въездом в областной центр. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате сильного удара КАМАЗ выбросила в кювет. Значительно пострадал и автобус, вся его передняя часть смята. Десять пассажиров, находившихся в салоне, не пострадали и от медицинской помощи отказались на попутном транспорте. Они покинули место происшествия. Травмы в результате аварии получили три человека. Они госпитализированы. При каких обстоятельствах они пострадали, выясняют инспекторы ГИБДД. В продолжении темы. Уголовная ответственность для жестоких воспитателей, юный автоугонщик и ДТП с пострадавшими в Самаре. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. Два человека пострадали в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около 11 часов утра на улице Луначарского. По данным ГИБДД, при повороте налево 37-летняя женщина-водитель малолетражки не уступила дорогу к кроссоверу. Столкновения избежать не удалось. В результате аварии предполагаемая виновница и пассажирка легковушки получили травмы. Медицинскую помощь им оказали на месте. В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении двух бывших воспитателей дома ребенка «Солнышко». Их обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Момент преступления, совершенного одним из воспитателей, попал на камеру очевидца. На записи видно, как женщина силой выталкивает из коляски маленького ребенка. Даже после того, как малыш падает, воспитатель не торопится его поднимать. Жестокое обращение в отношении трех детей продолжилось и дальше. В нем принимал участие и второй воспитатель детского дома. Позже женщин уволили из социального учреждения. Теперь их ждет суд. До пяти лет лишения свободы грозит 21-летнему жителю Кинель-Черкасского района, который угнал и в тот же день продал чужой автомобиль. Пропажу в Азовской легковушке 39-летняя жительница села Колывань Красноармейского района заметила утром. Подозрение пало на одного из гостей, которые ночевали у женщины. Его просто не оказалось дома. Позже 21-летнего молодого человека разыскали. В угоне авто тот признался. Также пояснил, что легковушку продал своему знакомому за 5000 рублей. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Известно, что пока прогноз сохранится до 4 октября включительно. Причина тому установившаяся в регионе сухая погода. Угроза реальна. Класс пожарной опасности в лесах региона подняли до 4. Важно вне сохранения желтого уровня погодной опасности не посещать лес, не разводить там или на территориях, граничных с лесными участками костры, не пожигать сухую траву на полях или полянах в лесу, не бросать горящие спички или сигареты, не использовать пиротехнику, не оставлять бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы. В Самаре на фасаде одного из домов на улице Урицкого появился новый мурал. На масштабном рисунке изображены трое участников Великой Отечественной войны. Народный артист Советского Союза Михаил Пуговкин, лётчица Ольга Санфирова и передовик советского авиастроения Дмитрий Варфоломеев. Изображение было выполнено в рамках проекта Фонда капитального ремонта. Корреспондент Самарского телевизионного вестника Ексерина Алексеева продолжит. Три героя войны, 150 баллончиков краски и чуть меньше двух недель работы. Для художника Романа Лозового этот проект далеко не первый. Его граффити можно увидеть в разных городах России. На этом объекте молодой человек трудился с напарником. Говорит, в процессе работы и сам узнал немало интересных фактов из истории. Здесь мы хотели подчеркнуть род деятельности каждого героя и непосредственно, чтобы каждому было ассоциативно понятно, к какой сфере относится данный герой. Я узнал интересный факт из биографии Пуговкина о том, что он в возрасте 17 лет изменил свой возраст, пошёл на фронт и там получил ранение. Для меня это запало, эта история, она очень достойная. Изображение нанесли по федеральному проекту «Портрет памяти». Его запустила Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов при поддержке Минстроя России в честь 75-летия Великой Победы. В 2019 году федеральным фондом был объявлен конкурс на определение победителей. Самарская область приняла в нём участие, заняла первое место. Вот на данном рисунке изображён Пуговкин, Варфоломеев и Санфиро. Все герои войны, все известные люди. Соответственно, из фонда была оказана финансовая поддержка для реализации данного проекта. И поэтому данный проект реализован без единого рубля жителей. Мурал нанесли на фасад дома номер 28 по улице Урицкого. Само здание капитально отремонтировали ещё в прошлом году. Здесь обновили фасад и кровлю. Сегодня подобные работы с изображением героев войны есть ещё в двух городах России – в Сургуте и Туле. Екатер Алексеев, Дмитрий Лукин, СТВ. Самарская область признана одной из лучших по результатам всероссийского конкурса «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Финал восьмого национального этапа проходил в сентябре. В нём приняли участие десятки школьников и студентов региона. 2 октября в рамках празднования 80-летия профессионально-технического образования России им вручили награды. О юных победителях расскажем в нашем следующем сюжете. Диплом победителя и золотая медаль скоро пополнят коллекцию наград Дианы Каюмовой. По итогам национального этапа конкурса ученица 10 класса 25-й Самарской школы стала лучшей в компетенции физкультура, спорт и фитнес. Я вообще всю жизнь связана со спортом и для меня это очень важно и интересно. Я занималась пять лет спортивным туризмом, после я до сих пор занимаюсь волейболом. Ну мне это очень нравится, физическая активность, это всегда хорошо для здоровья и для души. Первое место в той же компетенции в основной группе завоевала студентка София Лариошкина. В конкурсе «Молодых профессионалов» она принимает участие уже несколько лет подряд и с каждым разом уверенность в своих силах растёт. Это ну просто заряд эмоций. Конечно было волнительно сначала, но у меня это уже не первый чемпионат, даже по-моему не второй. Поэтому уже не так страшно, не так переживаешь, но последний чемпионат национальный, естественно больше чувствуешь ответственность. Восьмой национальный этап чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia стал самым масштабным за всю историю. Он объединил более трёх тысяч участников из 85 регионов России. Первенство проходило с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате. Всего было заявлено более 100 компетенций. Наиболее популярными среди жителей Самарского региона стали парикмахерское искусство, поварское дело, сварочные технологии и многие другие. Те успехи, которые показывает наш регион в чемпионатах WorldSkills, чемпионатах профессионального мастерства, показывают, что у нас в Самарской области складывается очень правильная, динамично развивающаяся система профессионального образования. В этом году системе профессионально-технического образования исполняется 80 лет. В честь юбилея 12 экипажей, состоящих из сотрудников профессиональных образовательных организаций региона, приняли участие в торжественном автопробеге. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. И о спорте. Крылья Советов завершают подготовку к очередному матчу в чемпионате ФНЛ. Соперник – Владикавказская Алания. Игра пройдет в Самаре в это воскресенье. Это будет дуэль двух соседей по турнирной таблице. По сути, ожидается настоящий спортивный бой. Оба коллектива имеют весьма амбициозные задачи, так что наши футболисты понимают, что эта встреча не станет легкой прогулкой. Однако волжане вполне уверены в своих силах и обещают приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата в матче против Алании. Пятница. Самое время задуматься, как провести эти выходные. Чтобы не ломать голову, специально для вас культурная программа полной интересных событий в нашей рубрике «Афиша». Впереди первые октябрьские выходные, а погода нас в эти дни как никогда радует. Впрочем, не стоит забывать, что в театрах и в музеях стартовал новый сезон. Самые яркие события на ближайшие два дня в нашей подборке. В субботу вечером всех ценителей высокого искусства приглашают на балет «Жизель». Это одно из самых выдающихся произведений мировой хореографии. Его премьера состоялась в 1841 году. «Жизель» – это классический романтический балет, а реальный мир, описанный в первой половине, противопоставляется миру мечты, показанному в финале. Основная идея балета, конечно же, любовь. Со 2 по 4 октября в Самаре пройдет традиционный военно-исторический фестиваль «Ожившие страницы истории». Гости праздника смогут увидеть реконструкцию сражения за Самару в октябре 1918 года. Местом действия станет улица Ленинская в границах Рабочей и Красноармейской. А в воскресенье запланирована большая пешеходная экскурсия по Самаре, посвященная революционным событиям 1917 года. В субботу 3 октября в музее имени Ильдара Рязанова стартует просветительский проект «На связи с Рязановым». Посетители ждут лекции о том, с кем Ильдар Рязанов дружил, общался, кого читал и о ком снимал. Первая встреча будет посвящена его одногруппнику и близкому другу Василию Катаняну. Осень – это не только холодно и сыро. Это еще и самое красивое время года. Больше отдыхайте и чаще гуляйте. На этом у нас все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения ВКонтакте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok